Представьте ситуацию, вы живете в квартире и исправно платите коммунальные счета. Однако однажды вам приходит задолженность в размере 0,009 рублей. Но вы точно знаете, что вы ничего никому не должны, потому что у вас стоят индивидуальные приборы учета. Однако коллекторы совместно с управляющей компанией так не считают и пытаются выбить из вас, очевидно, несуществующий долг. С такой проблемой столкнулись 3000 жителей Барнаула и теперь они уже год пытаются через суд доказать, что никому ничего не должны. Странные долги за холодную воду выборочно приходят жителям домов от управляющей компании ДЭС-2. А это 73 многоэтажки. В основном долги у тех, кто установил индивидуальные приборы учета в 2012 году. При этом большинство собственников исправные плательщики. Мне выставляют определенную задолженность, как бы говоря о том, что я не платил по тарифу. Но вы меня извините, как говорится, наши доблестные власти, но суть-то в том, что какой тариф мне выставляли, за тот я и платил. Дело в том, что старые приборы учета изначально были настроены неправильно и считали воду по ошибочным нормативам. Сначала это никто не заметил, но год назад водоканал обнаружил большие убытки и выдвинул иск управляющей организации. ДЭС-2 проиграла. Теперь компания должна вернуть водоканалу разницу, накопленную за 7 лет. А это несколько десятков миллионов рублей. Управляющая организация, как профессиональный игрок на рынке, она должна четко трактовать нормы, которые необходимо применить прилагательно к каждой из ситуаций. И вот в данном случае нормы ими были применены не совсем верно. И из-за этого возникла такая большая разница по фонду, который находится у них в управлении. Управляющая компания решила проблему просто. Раскидала долги по собственникам квартир. Только жителям это не понравилось. Долги они решили не платить, а доказать свою непричастность к ним через суд. Первый иск по делу спустя несколько апелляций выигран в пользу собственницы. Принять по делу новое решение, которым признать незаконные действия ООД Сдволенского района по начислению Кузнецова и Сланы Борисовны в октябре 2018 года платы по услугам холодного снабжения в размере 2193,58 рубля и водоотведения в размере 1721 рубля. Я результатами суда удовлетворена, но я хочу, чтобы другие люди тоже, так сказать, вот смотря на меня, ну я думаю, что сейчас автоматом будет эта задолженность списываться с других-то жильцов. Но одна победа в суде – только верхушка долгового айсберга. Теперь жители многоэтажек Ленинского района хотят объединиться для коллективных исков, чтобы их управляющая организация отвечала за свои ошибки сама, а не за счет других. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.